В Центральном районе отметили День города. Сразу несколько праздничных мероприятий прошло в Летнем саду. Одно из них – запуск фонтанов. Их традиционно включают после полуденного выстрела из пушки на Рыжкино-Бастиона Петропавловской крепости. Посмотреть на это зрелищное событие и прогуляться по Летнему саду каждый раз приходят сотни петербуржцев и гостей города. За прошлый год здесь побывало более миллиона человек. Петр I сам рисовал планы садов, беспокоился о том, какие цветы здесь должны, какие деревья должны быть. И страшное наказание ждало того, кто посмеет срубить или уничтожить хотя бы одно дерево на территории будущего Петербурга. С Днем города петербуржцев поздравила глава администрации Мария Щербакова. Она отметила, что, несмотря на свой возраст, северная столица активно развивается и продолжает идти в ногу со временем. Город, где развивается наука, культура и самые новейшие сегодня технологии, производстве, науки – это все Санкт-Петербург. Но самое главное – город богат своими жителями. Среди них и вот эти подростки – жители центрального района. Им в торжественной обстановке вручили паспорта. Первые в жизни документ в этот день получили 10 школьников. Для меня это очень важный день, потому что это как-то неожиданно, очень приятно, что мне паспорт вручает День города. Я думаю, это мне запомнится на всю жизнь. После торжественной церемонии вручения паспортов для всех гостей летнего сада устроили концертную программу. Здесь выступили коллектив детской хоровой студии «Преображение», вокальный ансамбль «Праздник» и финалист проекта «Голос дети» Матвей Семишкур.